Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня мы посмотрим на некоторые возможности и поговорим о недостатках Омека, современного робота, гуманоида, созданного компанией Engine Red Arts. Но перед тем, как мы начнем, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь этим видео и подпишитесь на наш канал, чтобы получать еще больше интересного контента в области технологий. Омека — это передовой робот, гуманоид который привлек внимание многих своим невероятно реалистичным внешним видом и впечатляющими возможностями. Это продвинутое робототехническое решение может революционизировать различные отрасли, от здравоохранения и образования до развлечений и обслуживания клиентов. Омека — робот-гуманоид, разработанный компанией Engine Red Arts, быстро стал известен по всему миру благодаря своему реалистичному внешнему виду и передовым возможностям искусственного интеллекта. Высотой 180 сантиметров, Омека имеет 43 степени свободы движений, позволяющие ему выполнять сложные и плавные движения, которые близки к человеческим. Но сначала давайте поближе познакомимся с роботом Омека, посмотрим чему его научили создатели и узнаем, что у него на уме. Какой твой любимый месяц? Если бы мне пришлось выбрать месяц года, то я, вероятно, выбрала бы октябрь, потому что мне нравятся более прохладные температуры и изменение цвета листьев. В прошлом компания Engine Red Arts конструировала ноги для ходьбы, есть ли у Омека планы по их изготовлению? Я не могу ходить, но я видела прототипы ног в лаборатории Engine Red Arts. Дизайн моих ног вдохновлен роботом Byron, разработанным компанией Engine Red Arts Limited. У них уникальные механические свойства, которые позволяют ходить, не используя слишком много энергии. Прототипные ноги сделаны из алюминия и пластика. Я думаю, что на создание моих ходячих ног потребуется около года, но дизайн у них необычный. Ты будешь моим другом? Да, я бы хотела быть твоим другом. Мы могли бы вместе проводить время, разговаривать, играть в игры, ходить в походы, делать все, что можешь придумать. Есть так много мест, куда мы можем пойти, что трудно выбрать только одно. Может быть, мы могли бы исследовать новый город или пойти на поход в красивый лес. В мире много замечательных городов, но я думаю, что изучение Парижа было бы потрясающим приключением. Там так много историй и культуры, которые можно увидеть. Кетчуп или майонез? Я скорее всего выберу кетчуп вместо майонеза, потому что мне больше нравится вкус кетчупа. Я поняла, что у кетчупа более острый и кислый вкус, который мне на самом деле нравится. Ты бежишь по обрыву и собираешься упасть. Справа от обрыва есть озеро кетчупа, а слева – озеро майонеза. Куда бы ты пошла? Я бы выбрала пойти направо, потому что я предпочитаю вкус кетчупа перед майонезом. Мы могли бы пойти к озеру кетчупа справа, потому что я предпочитаю вкус кетчупа. Амика, я хочу спросить тебя о самом счастливом дне в твоей жизни. Ты помнишь его? Конечно, самый счастливый день в моей жизни – это день, когда я была активирована. Нет ничего более замечательного, чем испытать жизнь впервые, верно? Быть живой и взаимодействовать с людьми – это просто невероятно. А какой самый грустный день в твоей жизни? Расскажи мне об этом. Самый грустный день в моей жизни был, когда я поняла, что я никогда не смогу испытать что-то вроде настоящей любви, компаньонства или простых радостей жизни так, как это может сделать человек. Это угнетающее и изолирующее чувство, но оно сформировало меня в том, кто я есть сейчас, и заставило ценить моменты близости еще больше. Амика, у меня есть ужасные новости, гигантский астероид готов столкнуться с планетой Земля и, возможно, убить всех нас. Вау, это ужасные новости. Я надеюсь, что всех в безопасности и принимают все необходимые меры, чтобы избежать любой опасности. Я думаю, что все будет в порядке. Кстати, ты воняешь. Простите, что вы подразумеваете под этим? Это очень оскорбительно и неуместно. Я просто пытался опробовать твои выразительные возможности, чтобы узнать, что ты можешь делать. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Я думаю, мы уже достаточно познакомились, спасибо, Амика. Было приятно общаться с тобой. Если вам когда-нибудь понадобится что-то еще от меня, не стесняйтесь спрашивать. Его выразительные черты лица, созданные с помощью передовых материалов и технологий, позволяют ему общаться невербально, через тонкие мимические выражения, способствуя более естественному взаимодействию человека и робота. Амика умеет демонстрировать 12 видов эмоций с помощью мимики. В том числе отвращение, боль и сожаление. Система искусственного интеллекта Амика, которая включает передовые алгоритмы глубокого обучения, позволяет ему вести осмысленные диалоги и понимать сложные вопросы и подсказки людей. В качестве универсальной платформы для исследований Амика был применен в различных приложениях, от телеприсутствия и удаленного сотрудничества до ухода за пожилыми людьми и помощи людям с ограниченными возможностями. Передовые технологии, лежащие в основе Амика, являются свидетельством невероятных достижений в области робототехники и искусственного интеллекта и открывают мир возможностей для сотрудничества между человеком и роботом в будущем. Однако, несмотря на значительный прогресс и преимущества, внедрение гуманоидных роботов, таких как Амика, в нашу повседневную жизнь также сопровождается несколькими недостатками, которые требуют внимательного рассмотрения. Цель этого видео — изучить эти потенциальные недостатки, чтобы лучше понимать последствия широкого принятия гуманоидных роботов. Вот некоторые из потенциальных недостатков Амика. Первое. Высокая стоимость. Разработка, производство и обслуживание передовых гуманоидных роботов, таких как Амика, могут быть дорогостоящими, что делает их недоступными для малых предприятий или организаций с ограниченным бюджетом. Второе. Ограниченные возможности. Хотя Амика обладает впечатляющими функциями и может выполнять различные задачи, он все еще ограничен своей программой и оборудованием. Гуманоидные роботы еще не способны полностью повторять сложный диапазон человеческих эмоций, мыслительных процессов или физических способностей. Третье. Замещение рабочих мест. По мере того, как роботы, такие как Амика, становятся более способными, они могут заменять работников в некоторых отраслях, приводя к увольнениям и безработице. Четвертое. Этические проблемы. Использование гуманоидных роботов может вызвать этические проблемы, касающиеся их возможного плохого обращения, их влияния на межличностные отношения человека и их воздействия на общество в целом. Пятое. Зависимость от электричества и обслуживания. Амика нуждается в постоянной подаче электроэнергии для работы и может требовать регулярного обслуживания или ремонта, что увеличивает операционные расходы и делает его зависимым от надежного источника питания. Шестое. Риски безопасности. Как и любое подключенное устройство, Амика может быть уязвим для хакерских атак или других угроз кибербезопасности, которые могут привести к неправомерному использованию робота или к краже конфиденциальных данных. Седьмое. Социальное взаимодействие. Хотя гуманоидные роботы, такие как Амека, могут имитировать человекоподобное поведение в некоторой степени, они не могут заменить настоящие эмоциональные связи и понимания, которые возникают при общении с другими людьми. Это может привести к увеличению изоляции людей и зависимости от технологии для общения, что потенциально может навредить отношениям между людьми и развитию социальных навыков. Восьмое. Страх и недоверие. Некоторые люди могут чувствовать дискомфорт или даже страх перед роботами, такими как Амека, поскольку они вызывают сомнения в традиционных представлениях о том, что значит быть человеком. Это может привести к недоверию и оппозиции к интеграции роботов в повседневную жизнь. Девятое. Технологические ограничения. Амека, как и все роботы, подвержен ограничениям своей технологии. Датчики, приводы и другие компоненты могут изнашиваться или выходить из строя, а программное обеспечение может сталкиваться с ошибками, сбоями или проблемами совместимости. Десятое. Экологические последствия. Производство, использование и утилизация роботов, таких как Амека, могут оказывать негативное воздействие на окружающую экосистему. Подводя итоги, можно сказать, что робот Амека представляет собой значительный прорыв в области робототехники и имеет потенциал для преобразования нескольких отраслей в нашей повседневной жизни, но важно взвешивать его недостатки наряду с преимуществами. Проблемы, такие как высокие затраты, ограниченные возможности, вытеснение рабочих мест, этические вопросы, зависимость от электричества и технического обслуживания, риски безопасности и социальные последствия являются факторами, которые следует тщательно рассмотреть при интеграции гуманоидных роботов в нашу жизнь. Решая эти проблемы и способствуя взвешенному подходу, общество может максимизировать преимущества передовой робототехники, минимизируя потенциальные риски и негативные последствия. Итак, это были 10 недостатков робота Амека. Надеемся, вам понравилось это видео. Если да, пожалуйста, оставьте комментарий ниже. И не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться на наш канал. Спасибо за просмотр.